вот у меня спрашивают сколько я бегаю вот 20 вот 28 минут я пробежал спицы я не знаю что дистанция 672 километра и калорий 101 потому что говорят что-то мало калорий показывается что при таком расстоянии это можно снять не люблю эти бумажки потому что при большом расстоянии игра тут отдам и торцы не знаю что такое это вот в тайм спит 0 675 и 101 калорий а внешний вид у такую меня тут этих 100 калорий то есть я весь мокрый сладость арбитрек и живот мокрый спина мокрый когда трусово туда течет всем привет мои хорошие мои любимые пришел в театр у нас сегодня на 6 часов оркестровая репетиция по регалетто я перепутав шел в 11 утра но ничего страшного завтра спектакль регалетто вечером если кто хочет может прийти посмотреть мне приснился очень страшный сон сегодня вам хочу рассказать мне приснился игорек это вот кто знает игорек это мой друг и коллега в театре вот и значит приснилось что мы в какой-то в общем каком-то заведении непонятно что за заведение похоже на тюрьму и в общем мы все находимся в тюрьме и игоря решили казнить то есть я знаю что игорь сидит уже в камере ждет казни и короче я окажется ну отрубывают голову то есть все серьезно как будто это что-то такое средневековье какое-то я значит бегаю там какой-то министр он как директор того какого-то что за директор но он как ну как какой-то начальник большой я значит его никогда не видел этого начальника но я как-то могу на него повлиять и что-то я бегаю там надо говорю и пожалуйста вот игорь и то и то и то и значит и все пояс вижу света к нему приходит сыном но это жена с сыном игорю в общем света но я постараюсь сделать что могу значит бегаю бегаю и вроде надеюсь что его не казнят вроде там какая-то тетка через кого-то влечет это директор то вроде бы ну как ну так пугает что он не казнит и тут утром я просыпаюсь и говорят игоря казнились сегодня с утра я такой мне так плохо я бегу туда в эту тюрьму чидеть шону такое говорят да казнили тетка показывает это кровь и где смывают эту воду боже но я не видел ни голову игоря нигоря плачу бегаю короче и потом стоим я алексей вот алексей от этого ты который тоже друг мой коллега и значит я стою рюлешка блин капец казнили а там дальше сидит сумская ждет казни еще кто-то сумская это народная артистка украины там еще некоторые смотрю сумскую постригли так коротко стрибут волосы она сидит и говорит там она не казнять мол я народная артистка мы не должны казнить каждый час им выйду так вот скажу что я оставила следует истории украинского кинематографа туда-сюда а если вот волосы так уже коротко чтобы голову рубать понимаете это такая она говорит не лишь волосы оставлены типа не казнять я смотрю на нее думаю блин тебя ж казнят капец думаю значит я стою там такой стол какой-то большой с алексеем рядом и значит я говорю игорек если ты меня слышишь дай знак какой-то если вот что то есть здесь душа дай знак какой-то а там на столе какие-то специи стоят и стоит значит кокосовая стружка но она не такая вот знаете как стружка а как будто соскобили знаете вот как таким как лобзиком как вот стружка от дерево такая вот так такая только как только кросковая стружка я досмотрю на эту кокосовую стружку и она как как будто кто то на него дует эта стружка начинает тогда NGOs как подыматься он как будто этот воздуха ери верят ты тут можно если это еще раз поду нас тружку он опять подумал на стружку и значит я научился то есть это какой-то такой длинный сон я научился с игорем как-то разговаривать то То есть, научился записывать то, что он говорит. Первым делом, что я спросил Игоря, говорю, есть Бог? А, не есть, я говорю, ты видел Бога? А он пишет, что он как-то пишет. Я ему говорю, Игорек, сконцентрируйся. Я говорю, видно, это тяжело, потому что, ну, это надо силой мысли, говорю, делать. То есть, я знаю, вроде как, я знаю, как это делать, чтобы как общаться с того светом. Я говорю, Игорек, ты сконцентрируйся. Я понимаю, что, может, это тяжело, ну, давай, как-то, ну, пиши. То есть, он как-то начал записывать. Я не помню, как. То ли я записывал, то ли он записывал, а я уже читал. То ли он как-то ответы давал. Вот это я как-то не могу вспомнить. Но я знаю, что... Я спрашиваю, ты видел Бога? Первое, что спросил. Сам я первый видел Бога. А он говорит, нет, я Бога не видел. А я говорю, там есть вот это ангелы, демон? Он говорит, да, все есть. Я потом... А, я же спрашиваю у него, а у тебя был над тобой частный суд? А частный суд, это, знаете, вот такой суд, который... Ну, я в это не верю. Я знаю, как по Библии, что будет страшный суд. Потом все встанут, мертвые и живые, и начнутся всех судить, кого куда. И значит, Игорь, над тобой был частный суд, говорю, тот, который ты мне говорил? Он говорит, нет, не было. Я говорю, а-а-а, видишь, я говорю, не было. Так что все, и говорю, уже из страшного суда теперь. Ну, и в общем, Игорь начал со мной общаться, и у нас организовалось какое-то общество. Общество очень большое, там очень много людей. И это общество, как бы, я говорю, Игорь, какая это польза? Ну, то есть, он как живой, только невидимый. Вот в моем понятии было, живой человек, просто он невидимый. Я говорю, я ему задаю разные вопросы, Игорь, а что меня ждет там, а что там? Он все рассказывает, то есть, он видит все наперед. Представь, какая помощь людям, говорю, что ты вот это будешь все знать, можешь где-то как-то предостеречь все. И мы начали, значит, какую-то войну против ведьм. То есть, я поселился в какой-то дом такой огромный, а дом сделан как шестеренка. Знаете, обычная шестеренка, вот как похоже на колесо обозрения, только она как-то половину в землю ушла, и вот вместо вот этих кабинок, где люди сидят, там такие шестеренки. То есть, вот такое из шестеренок, вот такое, как колесо из шестеренок. Но это не просто колесо из шестеренок. Это если приходит в дому ведьма, это колесо начинает, значит, оживать. И то есть, оно делается как защита. Это как сильное магическое. Оно там, вот эту ведьму может перемолоть, оно может ее не пустить. У него какое-то есть такое поле, которое отталкивает этих ведьм. Потом мы где-то едем в поезде тоже. Ну, Игорь как невидимый все время был со мной где-то, а я как будто бы борюсь с какими-то ведьмами там. Потом меня в какой-то фильм пригласили играть. Потом мне приснился старый дом. Это старый дом, где я жил в селе. У меня есть видео. Там я показывал пустырь, где остался этот дом. Это там, где я родился. Там бабушка с дедушкой жили. Я смотрю в этот дом тоже, как поселились ведьмы. Я прохожу, а там знаете, как что-то горит в окне. Но только подходишь, все тухнет. И открылись открытые вот эти ворота. А ворота там у нас, значит, была калитка в этом доме, где я жил. Так идешь по тротуару, и есть калитка туда входишь, уже вдоль дома. А чуть-чуть раньше, вот напротив погреба, тут дома, тут погреб. И напротив погреба были ворота такие, знаете, большие деревянные ворота. И вот, когда бабушка умирала, открывали вот эти ворота. То есть выносили кого-то из этих ворот. И когда дедушка умирал, то есть не через калитку гроб тянут, а через ворота несут. И вот, значит, я смотрю, и подхожу к своему дому, и там открыты ворота вот эти вот. Но они как деревянные такие, знаете, просто такие палки сбитые. И вот они открывались такие старые. Я вроде в дом заходишь, вроде никого нету. Заходишь, и оно в доме как начинается, знаете, как ведьмы. Там пробежала в темноте, там что-то. Где-то стукнуло, где-то вода капнула, знаете, вот как, ну, как фильм ужасов. И мне вот снится, что я как будто снимаю в фильме ужасов. Вот такой вот. Ну, вот не знаю, что это значит, что вот казнили Игоря, но он остался. И как-то нашли ему другое применение. То есть, что Игорь стал помогать людям даже оттуда. Вот это вот такой сон, не знаю, хороший он, плохой, но... Ну, я так помню, вот это, когда казнили, смотрю, Света пришла вся в слезах, плачет. Говорит, ты, Самуэл, Игоря казнили. Говорит, ой, боже, я так надеялся. Говорит, я ж бегал, я ж просил. Ну, вот такое вот. Ну, я думаю, что тут ничего плохого нету. Я не знаю, может, кто понимает во снах. Куда ночь, туда и сон хороший. Я потом встал на арбитреке, побегал, пришел в театр. У меня девочка с утра, Лена, потому что мы ходили выбирать вот эти ботинки. Я выхожу с утра, она говорит, а я хотела тебе сюрприз сделать, ну, на дверь повесить коробку конфет. И она напекла такие печеньки маленькие, я уже сожрал эти печеньки. Спасибо тебе огромное. И коробку конфет подарила. Вот такую коробку конфет, это как раз для арбитрека. И вот такую штуку, я не знаю, что там написано, Стефано Рики. Вы платье думаетесь. И тут вот такая штука. Она на мне письмо написала, говорит, знаю, что ты ничего не носишь, но подарила тебе вот такое. Только куда его засовывать, вот эту Рику. Не на Ричи, как те Рики. А, Стефано Рики, Ричи, наверное, Стефано Ричи. Стефано Рики, короче, Степка. Спасибо тебе, Лен, большое. Наши два в почтам Днепропетровске, вот это он. Я купил вот такие три коробки конфет, Вечерний Киев. И хочу достать своей зрительницей Оли в Германию. Она мне пару раз насылала посылку, она как-то сказала, что ей нравится Вечерний Киев. Вот я сейчас отошлю в Германию и три коробки вот эти. Вот у нас международная почта от посылки, древние пакеты, відправлення заголошенной ценностью. Такая вот открытка. Подписал. Надо было написать чоколаду. Адрес на немецком писать, да? Вот здесь пишите свой адрес, вот здесь ихний, на немецком. Начинать с имени, да, имя, потом улица, вот эта страна. Да, все правильно, мобилия, улица, город, страна. Я понял, спасибо. Спасибо большое. Сколько я должен? Адрес на квитанция есть? Ага, это там вот этот... Номер вот РФ. Ага, вот это я понял. Вот это ихний. Спасибо большое. Спасибо. Пересылка стоит два раза дороже, чем сами конфеты. Капец, это только там кило с чем. Представьте, если 20 килограмм вот такая посылка за границу. Это ж цена вообще сумасшедшая. Мы еще не сказали, что в течение недели посылка должна дойти. Я теперь вышлю для трек-мондов, так что все. Пока. Спасибо тебе за все. В общем, всем привет. Я дома нашел такие вот холодильники мяу-мяу. Это мне присылали. Я хочу накормить сейчас котиков тут. Выглядывает. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вылазь это чудовищеское. Ой. Выскочила из дерева. Ой, шипляют друг на друга. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Выходят все. Ладно, еще одна вылезла. Ой, идти бежать. Вон, глянь-то. Ой, красавцы, вас богато. Надо было купить еще. Я в ТБ был. Это я с утра взял, шел. Не нашел котов. Я там рыжего этого искал. Не нашел, ходил его покормить. А вот эти вот приходили. Кому-то надо котеночек, то напишите. Можно взять любого. Они хорошенькие вот эти. Глянь-то, какого-то красивого. Вот этот беленький. Питя, красиво, белый. Неси красивее. Знаете, они когда вымоются дома, вычухаются, они такие благодарные будут. Ой, это, глянь-то, тюбы. Вылезали. Ой. Отдай мне, кажется. Что ты тут лазишь? Скажи, пожалуйста, возле пакетика. Тут мусор котов кормы занюхав. А ну, уходь отсюда. Не надо тут кончаться. Голодный. Самый голодный кот на свете. Уходь. Уходь. А я себе филе поставил варить. Буду худеть по системе дюкапа, короче. Да? А ты будешь ходить со мной, нет? Нет, не хочешь. Жрать хочешь. Жрать. Жрать. Чик и жрать. Красивый кот. Не облизи пакет. То не тебе. Голодный. Мясо ему не мясо. С ума сходи. Вот уже хитрый. Иди отсюда от пакета. Уйди. Вот уже, вот уже бессовестный. Тебе так заляшки скинуть отсюда заляшки, нет? Иди. Не надо. Вон тебе мясо есть. Мясо ешь свое. Прибежал домой. Сейчас быстро поем. И на 6 часов на репетицию. Все. Пока. Новое лешбище у Томаса. Хорошо тебе, да, Томас? Мясо. Хорошо. Ну, конечно. Я от себя сварил 3 грудки куриных. Пока варилась, одну съел. Ммм. Мнем-нем. Вот как жадный, какой мужик не поможет. Ммм. Мясо люблю. Не знаю. Еще купил я такой рататуй нежинский. Это очень вкусно. Это нежин, это Черниговская область. Я там был на конкурсе. Третье место залил. Немножко сюда хрена. Без хрена в рот на низы. Все, сейчас поем и буду бежать на работу. Пока. Тут есть такое место во Львове. Называется Рудый Кит. Рыжий кот переводится. И там котик такой нарисованный. Красивый, красивый.